К мысу радости Сиреневых птиц Все равно, где бы мы Не причалили Не поднять нам стаи Ресни Женщина от природы, наделенная красотой Наделяется от природы и властью над людьми А если она еще при этом талантлива То власть эта становится еще сильней А если при этом, при всем Она занимает в обществе высокое положение То это уже серьезное испытание Для нее самой Жизнь испытывает нас Богатством, славой и властью А еще красотой и талантом Она обладала всем Талантом, красотой и властью Она прошла через все жизненные испытания С высокоподнятой головой А звали эту женщину Лариса Помпеевна Александровская Александровская 17 июня 1940 года на приеме В Кремле для участников декады белорусского искусства В Москве великого Сталина Приветствовала народная артистка БССР Лариса Помпеевна Александровская Она сказала, что Сталин лучший друг белорусского народа Наш наставник, наш отец и солнце нашей жизни А как же иначе? Ведь она приветствовала Сталина от имени белорусской делегации Сохранилась фотография корреспондента ТАСС Где Лариса Помпеевна Александровская Запечатлена с опухшими от слез глазами Скорбная у гроба Сталина А кто не рыдал в дни прощания с великим тираном Рыдала вся страна Не следует забывать, что Лариса Александровская Была знаковой фигурой своего времени, своей эпохи И она жила по законам того времени и той страны, в которой она жила Народная артистка СССР Лауреат Сталинской премии Потом эта премия будет переименована в Государственную премию СССР Кавалер трех орденов Ленина Великой Октябрьской социалистической революции Ордена Трудового Красного Знамени Депутат Верховного Совета СССР и БССР Лариса Помпеевна Александровская Но все это будет потом ПЕСНЯ В 1924 году она поступила в Минский музыкальный техникум А уже в 1927 году в составе делегации народов СССР Представляла Беларусь на международной музыкальной выставке во Франкфурте на Майне Потом шестимесячное турне по странам Европы Впоследствии она очень часто будет представлять свою страну, нашу республику За рубежом, на международных конгрессах, форумах и симпозиумах И почти всегда будет заканчивать свои речи белорусской песней И зал всегда будет ошеломлен ее выступлением Однажды она пела перед английскими шахтерами Они, естественно, не понимали языка, на котором она пела Стояла полная тишина, и кто-то из мужчин заплакал Наверное, то, что поет душа, не требует перевода К ней всегда испытывали интерес умные и талантливые люди Ей восхищался Янка Купала и Алексей Толстой Известный режиссер Борис Покровский И великая русская актриса Яблочкина одаривала ее своим вниманием А наш поэт Анатолий Велюгин написал и посвятил ей стихи Ее просто нельзя было не заметить Она была очень яркой, красивой, талантливой, живой Ее нельзя было не заметить, и быть равнодушной к ней тоже невозможно было Что было характерно для того времени? Это было молодое поколение Появились Нижникова, Киндель, Осипенко, Галушкина приехала, Генералов приехал, Бражин приехал Вот эта пятерка, которая составляла уже следующее ядро оперного театра, именно певцов И все мы были, конечно, у Ларисы Помпеевны Мы все мечтали быть оперными певцами И просто скажу прямо, действительно, мы молились на Ларису Помпеевну и Александровскую У всех были первые шаги Мы пришли сюда, и сцена для нас была, ну, это алтарь На который мы принесли свою молодость Ну, можно теперь громко сказать, как говорится, талант Ну, способности свои В то же время обученные были хорошо, школу хорошую имели, вокальную И Лариса Помпеевна вот организовала нас около себя Ну, конечно, для нас она была кумир Мы были на всех ее спектаклях С тех спектаклей «Тихий дон» она пела «Кармен» пела Потом она будет ставить «Аиду» и «Амнерис» будет петь «Лидия Ивановна Галушкина» Потом будет «Тихий дон», «Аксине» будут петь Александровская и Галушкина Понимаете, это очень приятно Но немножко мне не повезло, потому что у меня не было более старшего товарища, от которого я могла что-то брать Вот у меня не было ведущей певицы, какой-то народной артисты, чтобы я наравне могла с ней ходить постепенно в репертуар Лариса Помпеевна вообще была таким добрым человеком Мы бывали и дома у нее Я помню, у нее мама заболела, инсульт был Она мне говорит, «Тамарочка, приезжайте, посидите с мамой, я на репетицию сбегаю» Я говорю, «Конечно, Лариса Помпеевна, пожалуйста» Помню, у нее 50-летие было, отмечали, как красиво Все мы пели, танцевали Ну, очень было тепло Но жизнь была очень скромная, поэтому жить было трудно Но все стремились к искусству К искусству, и холод, и, может быть, недоедание даже какое-то было после войны Но все равно мы выходили на сцену, мы пели, и мы были счастливы, что мы на этой сцене Помню, регалеты я пою, она тоже опаздывает на поезд куда-то, поезд уходит Она говорит, «Хорошо, я послушаю, я послушаю за кулисами последнюю ноту Как вы там все это возьмете, ваша каденция и все?» И смотрю, Лариса Помпеевна махнула мне так шарфиком своим, значит, что я здесь И я, значит, смотрю, и уже так постаралась, постаралась, хорошо взяла все И она побежала на поезд Понимаете, вот такое человеческое отношение очень приятно А на сцене бывает и слава, и успех, и звездные часы такие А жизнь оставит какие-то другие препятствия Ее отношение к людям, к нам, к молодежи, это ее великая заслуга, что она целое поколение восстановила Понимаете, что дальше жил театр, продолжал в жутких тяжелых условиях, но мы сражались за искусство Она всегда и во всем была первой В день открытия театра оперы и балеты БССР в 1933 году, а он тогда начинал свою творческую деятельность на сцене Купаловского театра Она исполнила партию Кармен, и эта партия была самой блестящей в ее творческой биографии Она и первая исполнила партию Аксиньи в опере Держинского и Тихий Дон Это была первая советская опера, поставленная в Минске Она исполнила партию Марыси в первой белорусской советской опере Это Михась Подгорный-Тикотского Потом она пела в Мазепи, Травиате, Евгении Онегине, Русалке, Борисе Годунове, Пиковой Даме и многих-многих других спектаклях Она пела репертуар сопрано и мецо-сопрано, говорят, это редчайший случай в истории оперного искусства Она была очень активным человеком, творческой личностью Она станет художественным руководителем и главным режиссером театра оперы и балета И сама поставит 12 спектаклей оперных и один балетный Вообще ее заслуги перед творческой интеллигенцией нашей страны велики Потому что она была основательницей Белорусского театрального общества Инициатором строительства художественного комбината и театрального дома отдыха в Астрашицком городке Она все время должна была что-то делать, действовать, в чем-то участвовать По-другому она не могла жить, и без всего этого ей ее жизнь казалась бессмысленной Инициатором строительства художественной Нашим артистам и даже защищала некоторых Вот у нас был артист Лазарев, который, когда началась война, остался в оккупации здесь Он не успел уехать Немцы организовали несколько спектаклей и заставили артистов, которые здесь жили в Минске, участвовать в этих спектаклях После освобождения Белоруссии этих артистов очень часто вызывали и допрашивали И, в общем, предъявляли им обвинение И Лазарев мне вот сказал, что не знаю, как кончилась бы моя жизнь, если бы не Лариса Помпеевна, которая отстояла меня И я был опять принят в театр, и он пел весь репертуар драматического тенора И пел очень на высоком уровне Потом композитор Туренков, который, благодаря некоторым обстоятельствам, сложным очень, тоже был арестован и отсидел 8 лет И Лариса Помпеевна добилась его освобождения досрочно Тогда была, как мы называем сейчас, хрущевская оттепель Досрочно и пригласила его к нам в театр, чтобы поставить прекрасную оперу Ясное светание Спектакль ставила Лариса Помпеевна Она так любила нас, молодежь Лариса Помпеевна всегда очень трогательно относилась к тем артистам, которые готовили новые партии Она приходила и слушала из зала Очень, так, я бы сказал, тайно, чтобы они не волновались Она где-нибудь там в последних рядах портера сидела и слушала Потом делала такие интересные замечания, пожелания И она говорила, что вы должны петь для композитора Верди, для Чайковского Вот для кого вы должны петь А не потому, что вы работаете в Белорусском театре или поете на колхозной сцене Или где-то, понимаете, в районе выступаете в клубе районном Вот этому она учила Напрасно от судьбы ты ограждаться станешь Напрасные мечты Все в жизни суждено И сердца не обманешь Она действительно обладала большой реальной властью У нее были хорошие крепкие связи там, наверху Ее там знали и уважали И для того, чтобы решить некоторые сложные проблемы Ей было достаточно позвонить в ЦК КПБ Или, например, Клименту Ефремовичу Ворошилову Она помогала и помогла многим в решении творческих вопросов и личных проблем Ее называли в театре мамашей, хозяйкой Кто-то искренне любил ее, кто-то искренне не любил Кто-то боялся, но ведь талант и красоту никогда никому и нигде не прощают Поэтому отношение в театре к ней было очень сложно Если учесть, что характер у нее был сильный и властный То можно представить, сколько доброжелателей, в кавычках, было у нее На нее писали письма, жаловались в разные инстанции Кто-то не мог ей простить мелких обид Кто-то не мог простить ей ее же таланта Да, так было и доходило до страшных вещей Однажды на сцене в том месте, куда должна в финале спектакля Кармен упасть, Кармен Александровская Насыпали битого стекла Но театр есть театр И театр без слухов, интриг и зависти Это уже не театр Ходили слухи о ее баснословном богатстве Драгоценностях, бриллиантах, огромных вкладах Но когда она умерла, на ее сберкнижке Числилась сумма 60 рублей 59 копеек Миф о несметных богатствах Александровской Оказался мифом С приходом Лорисы Пампену в театр У нас пошли белорусские оперы Белорусские оперы она, конечно, ставила так, кстати, очень тщательно Очень скрупулезно Допустим, Михаис подгорный Поехала бригада в деревню Достали нам лапти Достали нам андараки, платки И нас все начали делать И она пришла ко мне и сказала, вот пока на пирамахе ты ходишь там по деревне, там с подружкой, там с Марисей В лаптях Ну, Марисю дают замуж за богатого, но нелюбимого А ты приходишь ей на свадьбу, одеваешь ботиночки Приходим, говоришь, мы на спектакль Она выходит, нет, это было, наверное, накануне в генеральной репетиции Она видела Сид Нижникова, а на шее целая везенка бубликов Она захохотала, говорит, боже, ты что? Но ей понравилось Но когда я решил сделать такую акцию, чтобы... Значит, будешь в ботинках на свадьбе, а в лаптях, значит, только... Я подумал, зачем эти ботинки? Я думаю, в этих лаптях так неудобно Так что она там увидит? Ничего она там не увидит? Ну, пришла на эту самую свадьбу, там такой шум, угам Это Нижников с этими бубликами играет И, значит, там мой выход Ганки И поет она, значит, сумную такую, такую грустную Геню, сдимитесь, а буйные ветры по полю Пяски развейте, пустите мамку на волю Тишина, громко плыве сметает Ну, слава богу, побежала в гримуборную Через минуту-пятую-тук-тук-тук-тук-тук-тук Влетает Лариса, поймёт глаза, говорят Бах, мне по-башке выспитка Пока я не подниму ебку Почему встал по тебе? Почему встал по тебе? Я же так Ничего никаких беседей не потратил Пока ты пела хорошо, душевно Так я тебя прощаю, но в другой раз Всё-таки будешь петь ботинок Так что она не лишена юмора, она не лишена такого-то Искренности такой Когда меня спрашиваете, вот и вы, и многие Вот что такое у тебя осталось От меня впечатления яркого? Ну, тоже работа с Кармен С ней, женщина уже была возрастная Вы только видели, когда вроде сейчас так вспоминают Это было вроде так давно и так недавно И так всё помнится, как она летала на сцену Одевала юбку сама Показывала все эти мои мизансцены И когда я выходила, она мне кричала Открой свои коровьи глаза Открой глаза, санку, кормай туда Она ничего не пропускала Она говорила Товарищи певцы, опера Это не только пропеть громко И непонятными словами Это надо сейчас сыграть дикцией И сыграть то, что вы знаете То, что вы должны сыграть Поэтому это очень требовательно Конечно, когда я вспоминаю работу С Михасимом Подгорным Надеждой Дуровой И Кармен Конечно, одно яркое воспоминание У меня остается Она такая, сама женщина Она такая яркая Она такая порыбистая Такая восторженная Конечно, это всё Прекрасно мне может позаимствовать Это только на пользу любой актрисы Первым его мужем был Никандр Михайлов Военный комиссар От этого брака родился сын Игорь А второй муж Ларис Александровской Был тоже военным человеком Его звали Николай Очкин Он очень любил Ларису И тепло относился к её сыну Война разлучила их И когда они встретились После войны, то разошлись Семейная жизнь не заладилась В её жизни была ещё одна любовь Очень сильное чувство, которое принесло ей больше боли и страданий, чем счастья Из дневника Ларисы Помпеевны Александровской Кончился вечер Я опять одна, тоска, плачу Видела его и благодарна за всё, что он делает для меня И всё-таки горько Эта запись сделана в 1945 году После торжественного вечера и банкета В честь её сорокалетия И двадцатилетия творческой деятельности И ещё одна запись из её дневника Сделанная в 1946 году Я дала бы благоволучие всей своей жизни За счастье быть вместе Но видеть его, любить его, думать о нём Жить с ним не должна, нельзя Тайну своей личной жизни она хранила За семью печатями от людских глаз Но от людских глаз ведь ничего не скроешь Ходили разные слухи, сплетни о её личной жизни И приписывали разных мужчин На что она реагировала короткой фразой Пусть говорят, ведь самое главное заключалось в другом У неё была большая любовь Она была несчастливой, эта любовь Но она ведь была КОНЕЦ Последние годы её жизни были тяжёлыми Она долго болела Жила очень скромно А, проще говоря, нуждалась Она умерла в возрасте 78 лет 23 мая 1980 года Другая великая женщина 20-го столетия Марлен Дитрих Назвала свою автобиографическую книгу Из снега и одиночества Почему? Наверное, потому что после зноя успеха Всеобщего обожания и поклонения Приходит холод зимы И в жизни, кроме снега и одиночества Не остаётся ничего Наверное, и ей, Ларисе Помпеевне Александровской Среди любви миллионов её поклонников Не хватило одной Одной единственной любви Которая в молодости сжигает нас Огнём страсти А в старости В старости согревает Теплом заботы и внимания Наверное Которая в молодости Все равно Где бы мы Не причалили К островам ли Сиреневых птиц К мысу радости К скалам печаль К лили Не подняв Нам устал Приснет КОНЕЦ КОНЕЦ